Девочки Почему так бывает? Свой ответ на этот вопрос готовятся дать в Большом театре. Режиссер-постановщик Дмитрий Белянушкин репетирует оперу Сергея Баневича «История Кая» и «Герды». На! На! А вы сказали. И все, и я прошла. И стрелал! Вверх! Вверх! Но вначале нужно выбрать из трех пистолетов один, но самый лучший. Для маленькой разбойницы. Убивать никого не будем, но выстрел будет. Каждый выстрел по-разному звучит. И нужно выбрать правильный звук. Это же музыкальный театр. Здесь не все так просто. Еще только приступая к репетициям, Дмитрий Белянушкин уже прекрасно понимал, как будет выглядеть лично его гамбургский счет. Он его не только увидит и прочитает в рецензиях, но и услышит. Зритель, при этом он, конечно, благодарный, он увлеченный, ему интересно. Но как только на сцене возникнет какая-то скучность станет или т.п. ритм спектакля нарушится, то дети сразу начнут рассматривать люстру замечательную, плакать, идти в буфет или еще что-то. Это такая проверка на прочность спектакля, на прочность команды. Поэтому это всегда очень сложно. Все. Спасибо. Единомышленников Дмитрий отбирал долго и тщательно. Он внимательно смотрел на артистов, артисты на него. И все вместе думали о сказочных персонажах. Юлии Мазуровой, ее только что приняли в труппу театра, выпало изучать ледяную сущность снежной королевы. Перед началом репетиции у нас была сдача партии. И мы просто входили и просто сдавали текст. Это было сложно психологически, потому что перед нами сидела комиссия. Но когда зашел Дмитрий Белянушкин и сел за этот стол, то мне стало легче. Я уже тогда почувствовала энергетику этого человека. То есть он может подавать какой-то импульс. И мне стало легче петь королеву. Я стала ее в большей степени чувствовать. Ну да. Молодые артисты полюбили молодого режиссера. И репетируют с ним вдохновенно и радостно. Особенно, когда он сам показывает, а делает это Дмитрий постоянно. Как-то все написано на его лице, что он хочет сказать. Я не знаю, но мне кажется, я понимаю его с полуслова. Он много показывает нам, как актер на сцене. И когда он показывает, то все сразу становится понятно. И его пластика о многом нам говорит о характере, о том, как нужно двигаться. Мне страшно. Чтобы не было так страшно вступать в диалог с загадочным миром детства, молодой режиссер-постановщик Белянушкин пригласил в союзники опытного художника-постановщика Валерия Яковлевича Левенталя. Потому что мы понимаем, что ребенок даже, ну допустим, 9-10 лет, он уже в интернете, он уже достаточно мобильный человек. У него есть привычка покадрового быстрого мышления. Поэтому стояла задача придумать достаточно динамичную историю, меняющуюся декорации, чтобы глаз не уставал от одной однообразной картинки. И вот Левенталь предложил разные здесь вещи. Будут дома, которые выстраиваются то в улицу, то в проспект, то в какие-то маленькие дворы, да, будут деревья, которые, как у Шекспира в Макбете, в какой-то момент начнут двигаться и ходить. Вот. Единственный контраст с этим будет достаточно вакуумная, статичная атмосфера замка Снежной Королевы, где будет очень однообразное механическое движение. Чисто даже темпоритм будет этой сцены выстроен таким образом, чтобы дети подумали, ой, так это скучно здесь, нам хочется в город, нам хочется в лес. Туда уходит вечером заря, а книгу бороться, ведь так и на рот. Быстрее, взяли. Ее исты верну. Это снежная кровать. Он оказывается подвержен вот этому влиянию какой-то мечты снаружи, что ли. Мечты о том, чтобы вырваться из этого мира, из этого окружения постоянного. И Снежная Королева своим появлением, она как будто бы открывает для него какой-то иной мир. И он сначала уходит в этот мир с головой, но затем приходит все-таки понимание того, где настоящее, где тепло, где жизнь. Нет, почему же ты, Герда, смешная девчонка, с которой я в детстве дружил. Роль Герды на этой репетиции примеряет к себе Анна Налбандянц, выпускница Санкт-Петербургской консерватории. Анна, как и Станислав, поверила режиссеру, что история Кая и Герды может быть невероятно современной и очень даже правдивой. Если вдуматься, Кай замечтался и ушел по следу своей мечты. И мечта оказалась не самая такая прекрасная, как ему казалось изначально. А Герда такая более приземленная, такая домашняя девочка, которая довольствуется тем прекрасным, что у нее есть. И она его возвращает, именно ее сила любви, ее вера в то, что она знает, что несмотря ни на что, он все равно ее любит. Это как раз и помогает растопить его сердце заколдованное. Кай замечательный, Борис Рудак, Городецкий Юрий, Стас Мостовой, Богдан Волков. Все они по-своему разные, замечательные. Мне кажется, мы очень хорошо угадали образ. Но у каждого будет свой Кай. Герды уже прекрасные девушки. У нас их шесть Герд. Это Ольга Кульчинская, Аня Налбандянс, Алина Яровая, Дарья Зыкова, шоссалистка этого театра, Кристина Мхитарян, в общем, так, в дебюсе их так много, я их даже путаюсь. Кто у меня там еще? Аня Аглатова. Вот забыл. Ее сегодня не было, я поэтому про нее забыл. У артисток кардебалета есть свой профессиональный кошмар. Это когда на сцене ты вдруг сумела обратить на себя пристальное внимание зала. Значит, общий рисунок нарушен. Значит, ты где-то ошиблась. Значит, что-то не так и кого-то подвела. В общем, катастрофа. Потому что, и это входит в понятие профессионализма, для кардебалета главное быть прекрасной и эффектной массой. А как же быть собственной индивидуальностью? И что нужно сделать, чтобы рано или поздно наступил тот день, когда и можно, и нужно давать роли свою трактовку? Как правило, выпускниц Академии за очень редким исключением берут во второй кардебалет. Это и есть стартовая площадка. Следующая ступень. Первый кардебалет. Но чтобы ее занять, придется поработать. Дарья Бачкова в театре пятый сезон. Ну, я уже повысилась. Как сказать, все начинали свою творческую деятельность с низов. И это нормально, я считаю. Нас заложили в Академии все, что возможно было, базу. И мы попали в театр, чтобы совершенствоваться. Это нормально, это рост жизни, рост духовного плана. А если еще добавить, что из Академии в Большой театр берут лучших, именно тех, кто уже сумел проявить свою индивидуальность, то можно себе представить, какой психологический шок испытывают выпускницы. Но классический балет хранит свои традиции. И эту необходимую для взросления балерины лестницу никто и никогда не отменит. Маргарита Шрайнер в театре четвертый сезон. Кардебалет, прежде всего, это синхронность. Это чистота исполнения, чтобы никто не вылезал никуда. Все, чтобы было аккуратно, рафинировано, скажем так. И когда мы приходим из Академии, там танцуем какие-то сольные вещи, ведем, может быть, даже балеты. А придя в театр, встаем в кардебалет, и первое время очень тяжело. Надо было уследить за всем, нужно было выучить порядок. Вот, очень много текста. Ну, ничего, справляемся. Кардебалет Большого театра – это еще и демонстрация стиля, особой исполнительской манеры, которая присуща именно Большому театру. И осваивают этот стиль выпускницы Академии именно в кардебалете. У нас атмосфера такая, что нужно работать и соответствовать тем девочкам, которые уже старше нас и имеют свой вес. В плане, что за ними надо подтягиваться, у них есть определенные нюансы и манеры исполнения Большого театра, которые надо соответствовать. И когда мы пришли, все равно мы были детьми, и все жесты, нюансы были по-детски выученными. Поэтому наша задача в первые годы была соответствовать им, повторять, в точности копировать то, что они делают. Потому что не зря считается, что кардебалет Большого театра лучший и самый сильный в мире. Ольга Марченкова в театре восьмой сезон. И уже третий сезон выходит на сцену в статусе корифейки. Это промежуточная ступень между кардебалетом и солистками. Наверное, что может дальше что-то будет развиваться, что-то достичь солистки. Планируем, по крайней мере, в следующем сезоне уже хотим. Я считаю, что балерина должна на сцене показывать свою индивидуальность. Она должна быть не роботом, должна быть актрисой. Если у нее есть душа, значит, соответственно, зрителю интересно смотреть на нее. Это поможет подняться на ступеньку выше. Конечно же, из 80 артисток кардебалета далеко не все девочки мечтают изучать каждую ступеньку карьерной лестницы. Многие счастливы просто танцевать в Большом театре. И даже по складу своего характера не рвутся в солистки. Но и Даша, и Маргарита, и Ольга не хотят останавливаться на уже достигнутом. И здесь все зависит от их работоспособности. Ну, вот мой педагог Светлана Танцимировна Андрыхаева, я ей очень благодарна, что мы вместе с ней работаем. Она мне дает такой огромный опыт. Ну, вот днем, наверное, что у нас же как бы в кардебалете у нас есть определенные часы, там, с 12.20 до 3. И с 7 до 9.20 мы работаем. А днем, как бы, это считает свободное наше время. Но если я хочу что-то подготовить, мы хотим что-то подготовить, танцевать в дальнейшем, то, конечно, приходится свои личные планы куда-нибудь откинуть, на полку положить. Я прошу у нее, чтобы она там со мной порепетировала хотя бы минут 20. Маргарита Шрайнер также днем не уходит из театра и с 3 до 5 репетирует свои сольные партии. Именно те, которые ей хочется показать и руководству театра, и зрителям. У меня педагог Павлова Надежда Васильевна. Вот, я с ней работаю всего где-то четвертый месяц. Но за это время я уже, как сказать, мы притерлись друг к другу, уже понимаем друг друга. Мне очень нравится. А еще Маргарита активно участвует в конкурсах. Это еще одна возможность заявить о себе как о потенциальной солистке. Уже три конкурса позади. Это конкурс Григоровича в Сочи. Красноярский конкурс, посвященный Галине Улановой. И вот, был третий мой конкурс, московский конкурс. Я уже была, будучи артисткой театра. То есть опыт есть какой-то. И, конечно же, балерины надеются, что когда-нибудь наступит тот день, когда они на сцене Большого театра исполнят те партии, о которых мечтали еще в Академии. Очень нравится мне Егина в Спартаке. Мне прям... Мне кажется, я это чувствую. Очень бы хотела это станцевать. Легенда Махмена Банула. Ну, конечно, Лебединая. Выпускалась я на выпускном концерте, танцевала ПДД «Жизель» второго акта. И это, конечно, мечта моей жизни – станцевать «Жизель». Будем работать. Будем мечтать дальше. Еще в Академии я мечтала о китре на Тон-Кихоте. Проработав немного, вкусы меняются. Но все равно китре так и остается любимой партией. Впереди еще много интересной работы. И у кардебалета вообще, и у каждой балерины в частности. Удачи и чтобы сбывались мечты. Мастер-классы коучей – именно так артисты молодежной оперной программы называют иностранных педагогов по вокалу – в Большом театре стали уже делом привычным. Потому что мир оперы живет без границ, но с национальными особенностями. И все эти нюансы хорошо бы молодому вокалисту знать. Свои мастер-классы в этой аудитории уже давали и французские, и итальянские преподаватели. Теперь настала очередь пианиста и репетитора из «Метрополитеноперы» Ховарда Уоткинса. Ховард Уоткинс впервые в Москве. Но он вдохновлен русской музыкой. Это Чайковский, конечно же. Чайковский – невероятный, необъяснимый. Но я еще и большой фанат Прокофьева. Не только опер, но и фортепианной музыки и симфонии. Но и современных русских вокалистов, и русскую школу Уоткинс знает хорошо. Очень много русских певцов выступает на сцене «Метрополитеноперы». И русские оперы у нас есть. В прошлом году мы делали «Князя Игоря», в этом году у нас будет «Иоланта». Также мы делали «Войну и мир». Художественный руководитель молодежной оперной программы Дмитрий Вдовин признается, что хотел пригласить для нынешнего поколения артистов программы именно американских репетиторов. И тому есть причины. У истоков создания нашей молодежной программы стояла Лено Розенберг из «Метрополитен», Дайана Золли из «Хьюстонской гранд-оперы». Это два театра в Америке, которые обладают лучшими молодежными программами уже 30, а то и 40 лет. И мы могли много из их опыта перенять, потому что ни к чему иногда велосипед-то изобретать. И первым педагогом, который я позвал, был, к сожалению, ушедший недавно от нас выдающийся пианист из «Метрополитен» Джордж Дарден, чьи мастер-классы, чьи уроки, чью вообще любовь к опере, к певцам молодым невозможно переоценить. Вдовин всегда придирчиво отбирает претендентов на роль коуча. Но с Ховардом Уоткинсом Дмитрий Юрьевич знаком лично. Я с ним встретился первый раз довольно давно, и это были очень смешные обстоятельства, потому что моя аспирантка Екатерина Сюрина полетела в «Метрополитен» для прослушивания. Она меня специально попросила ей помогать, что она не знает ни одного слова на иностранном языке, что она не может никогда выучить ни одного иностранного языка. Это было причиной моего дебюта на сцене «Метрополитен Опера». Потому что я выступал, знаете, как у них называется, «Мастер в церемонии», как человек, который объявлял ее номера, ее выход. А Ховард Уоткинс ей аккомпанировал. Значит, ну, Сюрина сразу тогда получила приглашение, она дебютировала в «Регулетто» на сцене «Метрополитен Опера». Вот такая у нас была интересная встреча на сцене «Метрополитен». Просто на сцене, да. И вот спустя годы Ховард Уоткинс работает с молодежью Большого и сразу опытным взглядом определяет, чему нужно уделить особое внимание. Для меня самое главное – помочь им совместить техническую подготовку с собственным представлением, интерпретацией. Я должен дать им инструменты, чтобы они дальше смогли уже делать все, как им захочется, когда нет меня или дирижера. Ховард Уоткинс не скрывает – техника молодых артистов Большого на очень высоком уровне. Тем не менее, он не может не сравнивать с американской вокальной молодежью. С технической стороны очень много сходства. И у вас, и у нас технический уровень подготовки почти одинаковый. У вас хорошее произношение в языках. Но певцы в Большом все же сильно отличаются от наших вокалистов. В чем самое главное отличие? Ведь это-то как раз самое интересное. Оказывается, все дело в русской эмоциональной душе. Куда же мы без нее? Я бы сказал, что у русских есть мгновенное желание выразить свои эмоции, что иногда бывает хорошо, а иногда плохо. Потому что русские певцы не всегда попадают по стилю в конкретную пьесу, но всегда хотят выразить свое отношение. Американские певцы не обязательно имеют такую же интенсивность экспрессии в начале, но у них есть точное чувство стиля. Именно над этим и работает Ховард Уоткинс с молодыми русскими вокалистами. Совместными усилиями они ищут золотое сечение между субъективным личным отношением к миру композитора и миром самого композитора. Я хочу, чтобы у них было чувство стиля, чтобы они исполняли красивую музыку просто как красивую музыку, но помнили, какие одежды они носят, когда исполняют эту музыку. Если они носят одежду 18 века, это одно. Если 19 века, это другое. Если это Моцарт, это один стиль. Если это Чайковский, другой. Прокофьев, третий. Такие нюансы бесконечно важны. Ведь выпускники молодежной программы совсем скоро будут выступать на лучших мировых площадках. И этот опыт им пригодится. Для того, чтобы понять, что где происходит, нужно общаться лично. И когда это делают молодые, знаете, незашоренные люди, это вот у меня вот там бэкграунд, так сказать, холонной войны и все прочее, знаете, как бы ветер не дул, все равно осадок-то остался с того времени. Это, наверное, неправильно. А молодые пусть разбираются между собой сами. И это самое лучшее, что может дать обучение молодых вокалистов. Быть открытым миру. И тогда мир откроется и тебе. Балерины учатся всегда. И в репетиционном классе, перенимая опыт своих педагогов, и дома, просматривая записи выдающихся балерин прошлых лет и пытаясь подчеркнуть что-то важное для себя. И когда речь заходит о балетной технике, опирающейся на драматический талант актрисы, здесь бесценен сценический опыт народной артистки Советского Союза Нины Тимофеевой. Мы продолжаем нашу рубрику, в которой говорим о людях, создавших славу Большого театра. Сегодня Борис Акимов рассказывает о творческой молодости и зрелости Нины Тимофеевой. Когда мы смотрим пленки вот тех старых лет и тех замечательных актеров того периода, вы знаете, кого-то смотришь. Сегодня это смотрится несколько, может быть, архаично как-то, как вот мы говорим. А есть такие вот записи, такие пленки актеров, когда мы смотрим и поражаемся, что время не берет. Да, время не берет. И когда смотришь записи с участием Нины Тимофеевой, все-таки поражаешься вот той технике танца и тем физическим, так сказать, данным, которые у нее были. Нина Тимофеева из плеяды тех блистательных балерин, кто украшал сцену Большого театра в 60-е, 70-е и 80-е годы. 32 года она выходила на эту сцену. И все это время о виртуозности ее танца в балетном мире слагались легенды. Она танцевала все по-тимофеевски. Это был особый, необыкновенный стиль, ее стиль. Балерина сильная, я бы даже сказал, мощная, совершенно с фантастическими физическими данными, обладающая виртуозной техникой. Благодаря этому ей под силу были любые монологи, любые вариации в любых балетах. Но одна блестящая техника не описывала особенность ее дарования. В начале 80-х, во время гастролей Большого театра в Италии, со спектаклем «Магбет» итальянская пресса утверждала, «Нина Тимофеева – величайшая трагическая актриса мира». И это не прозвучало откровением. И русская, и зарубежная критика всегда отмечала редкую одаренность этой балерины, умение передавать борение страстей своей героинь, силу их внутреннего порыва. Борьба и смятение, душевный слом, непримиримые противоречия и трагическая попытка осуществить выбор – это и были ее темы в искусстве. Не случайно балет «Магбет» по трагедии Шекспира, созданный специально для нее композитором Кириллом Молчановым, стал одной из вершин ее творчества. Вот как раз здесь и проявились ее, так сказать, возможности, и все накопленное, может быть, вот в предыдущих ролях здесь вот вышло. Здесь и опять-таки она себя проявила, как и балерина техничная. И, конечно, здесь вот, так сказать, была роль, роль, которую она наполняла сильными эмоциями. Нина Тимофеева – выпускница Вагановской школы. Сразу после окончания училища дебютировала на сцене Мариинского театра. Ее первое выступление в «Лебедином озере» вызвало сенсацию, и уже через три года, в 1956-м, ее пригласили в «Большой». И снова одета Адилья. И сразу началось сотрудничество с Юрием Григоровичем. В его спектаклях она станцевала «Хозяйку Медной горы в каменном цветке», «Мехмане Бану в «Легенде о любви». И, конечно же, и Гину, где она была в «Спартаке», где она была первой исполнительницей. На нее и делались специально спектакли. Это очень важно для актера, чрезвычайно важно. Потому что вот, когда балетминистр ставит на актера, то он, конечно, в первую очередь исходит из тех, вот, так сказать, природных качеств, которые есть, из тех эмоциональных возможностей артиста. Эгина, куртизанка, появилась в балете «Спартак» именно такой, потому что Григорович и Тимофеева создали ее сильный, умный, страстный. 9 апреля 1968 года «Спартак» ворвался в театральную жизнь Москвы и сломал все устоявшиеся стереотипы героика романтического жанра в балете. Новыми героями стали звезды балета Большого. Владимир Васильев – «Спартак», Марис Лиепа – «Крас», Екатерина Максимова – «Фригия» и Нина Тимофеева – «Эгина». Для каждого солиста этот балет стал важной вехой в сценической судьбе. Вот этот спектакль как раз и проявил ее необыкновенные физические возможности, потому что здесь и проявился ее фантастический прыжок, шаг, вращение. Борис Акимов был партнером Нины Тимофеевой в «Спартаке». Он танцевал «Краса». С ней танцевалось очень легко, потому что помогало то, что у нее были замечательные физические возможности. И она в балете «Спартак» и «Адажу» и все было поставлено с очень сложной поддержкой. И до сих пор многие уроки, которые прима-балерина Нина Тимофеева дала в те годы молодому солисту балета Борису Акимову, не утратили своей актуальности, особенно в том, что относится к дуэтному танцу. Она мне говорила, «Боря, самое главное, ты мне не должен мешать балерине. Балерина, настоящая балерина, должна делать все сама. А твоя задача вовремя, если что-то вот ты чувствуешь, что-то неустойчивость балерина, вот твоя задача здесь вовремя подойти и чуть-чуть подправить». Завершив творческую карьеру, Нина Владимировна преподавала в Большом театре, давала классы, репетировала с молодыми артистами. И вот она покинула страну и вместе с дочкой уехала жить в Израиль. Она какой-то период, она еще продолжала танцевать, и как я знаю, довольно длительный период. У нее была своя небольшая школа. Сейчас, естественно, уже годы берут свое, и, естественно, она закончила танцевать, но по-прежнему она живет в Израиле. И в этот год, вот, так сказать, вспоминаем, мы сейчас вспоминаем творчество, творчество Нины Тимофеевой, потому что в этом году у нее юбилей. И юбилей очень значительный. В преддверии юбилея мы желаем Нине Владимировне всего наилучшего. В 2014 году «Мисс Виртуозность», по мнению жюри Санкт-Петербургской международной балетной премии «Дэнс Оупен», виртуозно и изящно парит на сцене Большого театра и даже выпустила в прошлом сезоне семь премьер. Ее имя – Кристина Кретова. Понимаете, меня никто за красивые глаза или за красивое платье сюда не пригласил. И я не могу сказать, что я дикий трудоголик. Я, скорее, больше себя заставляю. И честно скажу, что я, к сожалению, очень неуверенный человек. Неуверенный не как Кристине Кретовой, а как Валерине. Честно говоря, со стороны на себя не могу смотреть. Мало очень партий, которые я говорю себе, да, ты это сделала неплохо. Очень мало. Хотя к критике я отношусь довольно, ну, как и любая творческая личность, довольно ранимо. Но я всегда себе говорю, слушай, Кристина, ну, ты бы то же самое себе сказал. Ну, иди в зал, точи носок еще больше. Несмотря на самокритику, новый сезон Кристина встречает с приятными воспоминаниями. Многие мечты уже сбылись. Одна из них – Татьяна в балете Джона Кренко «Онегин». Я бесконечно рада тому, что в первый спектакль я вошла все-таки в роли Ольги. И я воочию со стороны видела все составы наших прекрасных исполнителей. И я не стесняюсь того, что, может быть, у каждой я взяла какую-то частичку самого лучшего, старалась брать, искала, естественно, свою Таню. У меня было дикое желание станцевать. И, наверное, это правильно, потому что сейчас я уже прожила этот спектакль. И не просто прожила, а прожила вместе с «Онегиным» Дэвидом Холбергом. Этот человек действительно в конце меня безумно любил. Так, как, наверное, хочет, чтобы я любил каждый мужчина. Он говорил все, что хочет слышать женщина, которую нужно заполучить. Понимаете? И, конечно же, это очень подкупает. И ты невольно забываешь о том, что ты на сцене. Отдаешься полностью ему. Наверное, действительно, я как женщина получила то, чего очень хотела. Кристина вообще признается, что в жизни происходило многое из того, что она хотела. Но первые шаги на сцене во многом были неожиданны для нее самой. У меня нет никакой такой, знаете, истории душесчипательной, что я там воплощение мечты маминой, или там, что я с детства прыгала, как кузнечик, и меня отдали в балет. Честно скажу, не помню. Ну, почему-то мама у меня решила в возрасте 7 лет отдать мне в хореографическую школу. Мне дико все это нравилось. Мы танцевали под аккордеон. Топали дробушки и вообще просто счастье какое-то. Я танцую. Ну, потом вот мой педагог посоветовала маме уже отдать меня профессионально в балет. Сказала, что у нее есть задатки, есть стремления, есть данные. Мама отвезла меня в Москву, и я поступила в академию. Тогда нас, по-моему, было человек 80 иногородних. Поступило двое. В том числе и я. Годы учебы пролетели быстро. Жизнь в интернате Кристина вспоминает с удовольствием. А потом был красный диплом и приглашение в труппу от руководителя кремлевского балета Андрея Петрова. Сразу в качестве солистки. Тогда вот меня пленило как раз это слово «солистка». Я подумала, как же все эти байки про то, что надо стоять 6 лет в кардобалете и так далее. Я пришла, и на самом деле он мне сразу дал Эми Лоуренс из балета Том Сойер, который он поставил. Я станцевала буквально, наверное, через месяц. А потом у нас была очень долгая и кропотливая работа над партией Жизели с Ниной Львовной-Семизоровой. Встречу с Ниной Львовной-Семизоровой Кристина называет счастливым подарком судьбы. Они работают вместе уже 12 лет. И в кремлевском балете, и потом в Большом театре, куда Кристину пригласили 4 года назад. И поэтому, возможно, я сейчас не отличаюсь какой-то стилистикой другой, потому что она прима Большого театра, и все она именно со мной готовила по законам и стандартам Большого театра. Просто это человек, который мне в жизни настолько помог во всем, я могу с ней поговорить обо всем. То есть, которая знает меня от и до, как моя родная мама меня знает. Которая сейчас помогает мне в Большом театре, и, я надеюсь, еще будет помогать. Просто она такой человек, который не может... Ну, я не знаю, как даже сказать, просто мы одно целое. Вот и все. Когда Кристина на сцене, Нина Львовна всегда в зрительном зале. А после спектакля ее слова самые важные. В этот вечер и учитель, и ученица думали только о Татьяне Лариной. Я очень рада, что у нее эта роль, потому что по жизни у нее не так много актерских партий, а больше сказочной принцессы. И здесь она совсем другая. И все переживания, которые она встретила по жизни, они здесь видны. Потому что актер не может быть просто счастливым человеком. Он должен немного жертвовать своим счастливым чувством. У актера действительно свое представление о счастье. Но, как и в жизни, это счастье измеряется встречами. Конечно же, Пьер Лакот. Встреча с ним вообще для меня была полной неожиданностью, потому что после того, как он провел свой кастинг на балет Марка Спада, он определил меня сразу в две партии. Это роль Анжелы, дочка бандита, и роль Маркизы. Мне было очень тяжело. Я просила его, Пьер, может быть, я останусь, например, на какой-то одной партии. Он мне говорил, нет, ешь шпинат, иди работай. Граница между личным и профессиональным счастьем для Кристины условная, но важная. Дома она прежде всего мама для пятилетнего сына. А в театре – балерина, которая приближается к пику своей карьеры. Это такое классное ощущение, когда ты можешь это сделать. Ведь по большому счету в жизни мы не всегда можем показать полностью свои чувства, потому что может это обернуться как-то не так нам. А здесь я актриса, и я могу делать все, что я хочу. Все, что я не могу делать в жизни, я могу воплотить на сцене. 239-й сезон в Большом театре только начался, и у Кристины, как и у всей труппы, очень много планов. И все это означает, что продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин